Привет, мои хорошие, с вами Селена Свой, и сегодня я хочу рассказать вам о своем опыте ламинирования ресниц. Если вам это интересно, оставайтесь со мной. Итак, мои хорошие, что я хотела вам сказать о ламинировании ресниц. Вообще, я слышала много об этой процедуре, но как-то все не решала сделать, потому что все-таки химическая завивка, глаза, химия, все страшно. Вдруг что-нибудь попадет в глаза, что со мной будет, а-о, я и красить ресницы все время боюсь. Но перед тем, как пойти на свидание со своим любимым, я все-таки решила привести себя в порядок, и, в общем, рискнула я на эту процедуру ламинирования ресниц. Делала это там, сделали мне брови, броу, что-то броу. Короче, во многих торговых центрах стоят стенды такие, да, и, в принципе, у них новые технологии, у них очень интересно, как бы все время они повышают свою квалификацию, у них все новое такое, да, то есть, если у них есть ламинирование ресниц, то это что-то хорошее, в общем, будут там средства, да. Отдала я за эту процедуру, по-моему, 2500, если я не ошибаюсь, или 2, где-то так, что-то у меня с памятью совсем плохо стало. Но, когда я узнавала об этом в Москве, стоило оно 2500-3000, да, в салоне, в котором я спрашивала. В общем, сделала я эту процедуру, длилась она около 30-40 минут, сейчас уже прошло, в общем, прошел месяц. Прошел месяц после того, как я сделала эту процедуру, и что я могу вам сказать, она уже немножечко у меня начинает сходить. Но что вообще, что за эффект, да, очень интересный эффект, потому что волосочки все такие, реснички подкрученные сразу, вот так смотрят. И плюс мне еще их покрасили в черный цвет, то есть, в принципе, неделю-две я вообще не красила глаза. То есть, я наносила макияж, я наносила тени, а тушь даже не наносила, потому что, ну, как будто вот вы в один слой накрасили какой-то вот такой вот естественной тушью, которая дает естественный эффект ресницам. Затем, после всего этого, да, я уже вижу, что смылась краска почему-то, очень быстро, да, через две недели. И уже эффект не тот, уже не так видно, что они подкрученные, но был эффект, заметен, когда я начинала красить ресницы тушью. То есть, два раза я уже не красила, мне достаточно было одного слоя, и сейчас-то у меня также один слой, вам сейчас покажу. И реснички достаточно, в принципе, завернуты. Вот посмотрите, если вы увидите, да, это один слой туши у меня. Тушь это Vivienne Sabo, Cabaret, я уже рассказывала о ней. То есть, вот такие вот реснички, да. Что касается, буду ли я делать второй раз эту процедуру, ну, я не знаю, честно говоря. Может быть, может быть, сделаю, может быть, нет. В принципе, сейчас вот все зашло, да, ну, на две недели, как бы, наверное, это не стоит того, да. Кто подкручивает ресницы обычной такой штучкой, то этого достаточно, наверное. В принципе, у меня ресницы свои неплохие, да, и, ну, все равно они не были такие подкрученные. В общем, кто не пробовал, я рекомендую один раз попробовать. Лучше один раз увидеть на себе, чем сто раз услышать от кого-то. Вот. И, ну, у меня так 50 на 50 очень сложно вот мне отзыв свой, да, какой-то. Конечно, классно, было бы оно еще подольше, было бы супер, но просто химия на ресницах, на глаза страшновато. Хорошо бы найти хорошего мастера. В принципе, это все, что я хотела сказать о ресничках, то есть эффект, как сказали, там, два с половиной месяца, ну, не знаю, насчет два с половиной месяца. Вот у меня месяц, как бы, хотя, может быть, сложно еще говорить, потому что они подкрученные, да, просто краска слезла. Может быть, надо их подкрасить. Пойду покрашу, кстати, в черный цвет, посмотрю, что будет. В принципе, вот, есть свои плюсы, есть свои минусы, то, что это не так надолго, как хотелось бы, да, не такой эффект. Но для тех, кто любит ярко красить ресницы, конечно, этого будет мало, им захочется накрасить их еще. Но не нужно будет подкручивать вот этой вот завивалочкой, если вы этим пользуетесь. Если вы тоже пробовали ламинирование волос, ставьте лайк. Если вы не пробовали, но пойдете пробовать, ставьте тоже лайк. Пишите в комментариях, может быть, у вас был опыт ламинирования волос, и что вы об этом можете сказать. Мне интересно, поболтаем. И подписывайтесь на мой канал, впереди много интересного. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok